Ребят, всем привет! Как настроение? Надеюсь, все отлично. Ребят, сегодня приготовлю вам обзор ножей, которые у меня в наличии. Расскажу вам про популярные модельки именно из наличия. Не то, что под заказ, а именно из наличия, потому что праздники впереди, впереди сезон подарков, у кого-то дни рождения, у друзей, у вас какие-то юбилеи. Поэтому расскажу вам что-то, что есть, возможно, что-то вас заинтересует. И из наличия вам, соответственно, отправлю. Вот поэтому даже не знаю, с чего начать. Здесь представлены ножи разные, на выбор. Есть вот кукри, такой мини-кукри Боуи, Йорик, серия тактических ножей. Затем идет целая серия таких популярных, именно я отобрал популярные цельнометаллические ножи. Ну, как всегда, финки, тактика, кинжалы, финка в деревянных ножнах с моим авторским художественным литьем НКВД. Вот, как видите, здесь дубовые листочки. Феликс Эдмундович, все присутствует. Якуты тоже популярные, кого-то заинтересует. И еще пару фишечек вам покажу. Ребят, давайте по порядку, погнали. Айда, чайку поставьте, заварите и поехали. Ребят, один из самых таких популярных моделей у меня цельнометаллических ножей. Это нож, скажем так, копия ножа Бекер. Да, наверное, вы где-то видели, где-то мелькали. Они такие агрессивные, удобные для того, чтобы резать, строгать. Здесь специально поднятые вот так вот линии взрезки. Угол, который идет дальше, он режет очень хорошо, очень долго. Даже когда основное лезвие садится, этот вот угол, он режет очень долго и очень агрессивно. Ребят, нож цельнометаллический, с хорошим обухом, порядка трех с половиной миллиметров. Накладки сделаны из G10, цвет колорадо. Что-то любите, цените необычное, обращайтесь, нож хороший, нож удобный. Это, ребят, тоже Бекер, только уже как бы сделаны накладки из G10, с такими вот тоже, как и там. Только более на этом, на плашках такого цвета, более как бы выделяются вот граньки на самом, на плашках рукояти. Ребят, хорошие, смотрите, какой агрессивный, какой-то прям крокодил. Вот, тем не менее, смотрите, хорошая проникающая способность, потому что кончик задран кверху, рукоять под пальцевая выемка есть, отверстие под темляк есть, я имею в виду под мизинец есть, две выемки под как бы указательный средний палец. Поэтому для хвата очень удобно, тоже вам его рекомендую. Как вспомогательный ножичек, как необычный ножичек, пожалуйста, обращайтесь. Дальше, ребят, идет ножик. Такая у меня новенькая моделька. Знаете, что-то сидел, рисовал, как-то кумекал. Вот, и клиночек от финки сделал небольшой упор, сделал небольшой упор, тоже цельнометаллический. Клинок от финки, долик не стал делать, просто поднял повыше, как бы спуст. Нож, я думаю, вообще подойдет и для, как бы, повседневного, скажем так, использования, и для рыбалки, охоты, потому что удобно проткнуть, удобно, как бы, лежит в руке, пропороть брюшко там, распотрошить рыбешку. Поэтому, поэтому все можно. Ну, и, соответственно, как нож для, скажем так, туризма, нож для походов тоже подойдет. Сталь 95Х18, кстати, да, неприхотливая, легко подправляется. Ну, и, соответственно, преимущество ножа то, что он, скажем так, цельнометаллический. Чуть-чуть у меня здесь расфокусировается, поэтому не обращайте внимания. Вот, ребят, хороший ножичек, хорошая форма, необычная. Не выставлял я, как бы, видео, а тогда по фотографии у меня их пять штучек забрали. Кого заинтересовал, обращайтесь, по цене тоже вам в конце все скажу. Вот такой вот красавчик. Ребят, следующие два ножа, вот, как бы, да, с такими цветными плашками. Один в сатин, как видите, второй в полированный, в масле, тоже не пугайтесь. Ребят, это ножи, копия такого мастера Фила Вилсона. Есть мастер Фил Вилсон, делает дорогущие ножи, большая очередь. Но на выставке как-то мне клиент подошел, показал, говорит, на, если хочешь, вот, смотри, шаблончик можешь взять. Сделал мне шаблончик, точнее, обрисовал, сделал. Ребят, нож, как бы, вообще, мне очень нравится. Какой-то, знаете, такой вот нож на каждый день. Из дорогих, крутых материалов, если сделали, так вообще будет просто, скажем так, великолепный и функциональный, как бы. Он и так функциональный, я имел в виду, можно сделать его более презентабельным, для, у кого какой кошелек, в принципе, без разницы, главное дело, чтобы работал. Ребят, спуски от обуха режет очень хорошо, режет очень агрессивно. Берут, как бы, да, как нож, вот, на каждый день, в бардачок, в рюкзачок, везде пригодится. Небольшие подпальцы и выемки на самом, как бы, на рукояти и, как бы, улизмое. То есть, удобно перехватить, удобно работать. Поэтому тоже обращайтесь, хороший, а самое главное дело, функциональный нож. Дальше идет тоже такой же нож, только он уже заполирован в зеркало. Немного масла тут у меня, не пугайтесь. Вот, он заполирован в зеркало и, как бы, да, чуть-чуть другой цвет накладок. Здесь микарта, там тоже микарта, колорадо, здесь красно-синий такой вот вариантик. На клепочках, отверстие под темляк. Две штучки есть в наличии, по-моему, даже и три или четыре есть в наличии, там, просто из других стали. Так, ребят, дальше идет нож без названия. На самом деле, я просто немножко здесь ошибся и положил. Этот нож вообще сделал на заказ, в общем, я. Он проданный, но, я думаю, любителей тактики и маневров он может заинтересовать. Мне он напоминает какой-то тактический нож, да. Я думаю, что где-то мелькал такой тактический нож. Вот, смотрите, как интересно. Заказчик попросил сделать спуски. Здесь спуски от обуха, да, здесь спуски от обуха. Переворачиваем на другую сторону. Здесь, как бы, чуть-чуть совсем все сделано по-другому. Здесь, как видите, меня там, видите? Вот, смотрите, здесь спуски сделаны уже вот тоже так вот. И небольшая щучка на одну сторону. Ну, я думаю, все это сделано. И попросил он именно для того, чтобы как-то более такая проникающая способность. И, как бы, резать, я думаю, тоже удобно. Резать удобно. И поэтому, как бы, такие вот у него пожелания были. Рукояль сделан, ребят, из кожи. Упор, как бы, на тактических ножах. Вот это вот место, да, которое на лезвии вы видите, выемка такая. Как бы, ну, по факту на тактических ножах подразумевается это для ножевого боя, чтобы туда попало, как бы, да, клинок там попал. И можно провернуть, как бы, да, если... Скажем так, вот для работы при ножевом боя, как бы, да, чтобы туда попал клиночек, вы провернули, вырвали там у кого-то из рук его. Ну, главное, чтобы не пришлось так делать. Тем не менее, здесь все это предусмотрено. Тоже небольшая подпальцевая выемка снизу, как видите, вот здесь тоже, да. В общем, удобный, хороший, реально. Вот такой ножичек просто удобно, интересно иметь даже. Просто для того, чтобы был, как говорится, береженого, бог бережет. Нож, точнее, бережет. Вот, ребят, поэтому тоже обращайтесь, этот нож продан, но, тем не менее, покажу вам эту модельку поближе. Возможно, кого-то заинтересует нож. Мне напоминает он какого-то аллигатора или шмеля. Ребят, пошли дальше. Это уже проверенный и тоже постоянно заказываем вами нож. Нож Sturm из дамасской стали. Как видите, да, уже по цвету, по рисунку. Дамаск порядка 400 слоев. Такой мелкий узор, мелкая перековка, прокрутка на редукторе. Соответственно, получается вот такой узор. Ребят, хороший нож для подарка, хороший нож для своего гардероба. Ничего лишнего. Остроконечный клинок. Остроконечный клинок, рукоять из греба. Элемент рукояти из мельхиора. Тоже вам его рекомендую. Дальше, ребят, друзья, у нас идет проверенный тоже вами, заказчиками, друзьями, нож-пластун, клинок 180 миллиметров, выполнен из алмазной стали. Гарда мельхиор, пятка, ой, это все гарды и пятка сделаны из латуни. Хороший, ребят, обух. Как основной или как вспомогательный нож пригодится и на охоте, на природе, везде. Преимущество алмазной стали в том, что она очень долго держит заточку, за счет своего состава, но как бы ей не рекомендуется наносить какие-то там уж такие агрессивные или жесткие рубящие удары. Ребят, хороший функциональный нож на большую рыбалку, на большую охоту, для договора дичи и просто, чтобы был на бедре, всегда пригодится, тоже вам его рекомендую. Дальше, ребят, идет нож. Энерка. Энерка такая классическая. На самом деле, у меня их заказали вот в Ваенторг в один. Если как бы не заберут, то тоже они в наличии, но клинки есть. Классика, жанра, проверенный временем, ничего лишнего. Остроконечный клинок с щучкой, перевернутые гарды и рукоять из граба. Хороший функциональный рабочий нож. Дальше, ребят, идет нож-заслон. Нож-заслон. Пошла такая тактическая серия. Нож-заслон, как видите, классические формы тактических ножей. Остроконечные, с обухом. Точнее, с фальш-лезвием вверху, со спусками, с долом. Ничего лишнего. Надежный, простой, функциональный ножик. Тоже их очень часто заказывают и для коллекции, и для подарков. Как бы охота и тактика. Кто увлекается, пожалуйста, обращайтесь. Так, ребят, дальше идет нож. У меня Йорик. Нож-Ёорик. Сегодня я выкладывал там фотографию с этим ножом. Такой вот большой, здоровый, здоровый нож, который... Сейчас я увидел немножко, чтобы он не отвлекался. Внимание не рассеялось. Ребят, большой, здоровый нож. Посмотрите, как играют грани. Как играют грани. Хороший толстый обух. Кованый старый Х-12МФ. Рукояти стабилизированной карельской березы. Гарда. И, соответственно, такой вот Йорик. Такой вот Йорик. Почему-то, когда делаю этот нож, всегда вспоминаю фразу, которую шептали Цезарю. Помни, Цезарь, что и ты смертен. Вот, ребят, такой вот Йорик с черепушкой. Кого заинтересовало. Хороший нож. Необычный. Просто, знаете, часто делаю что-то обычное, а часто делаю необычное. Вы, ценители, любители, коллекционеры, лучше меня знаете, что вам пригодится. Поэтому обращайтесь. Так, ребят, дальше идет здоровый большой нож Боуи. Нож Боуи, нож Данди. Как хочешь его назови. Сделан он из кованой стали Х-12МФ. Толщина обуха порядка 6 мм. Потому что делаю его из той же толщины, что и пластины для кованых тяпок цельнометаллических. Такой вот агрессивный. Смотрите, функциональный. Кто же смотрел про крокодила Данди, все поймет. Кто любит ковбойскую тему, все поймет. Пригодится рубить, строгать, тесать. Хороший, уверенный. С одной стороны, говорят, для чего такой нож. А с другой стороны, я вам скажу так. Каждый сам решает, и вы это знаете лучше меня. Кому нравятся такие большие Боуи, Данди, обращайтесь. Нож в наличии. Красивый, необычный и функциональный. Заменит тяпку в топорик. Спереди зима, а у кого-то вечный год зима. Нарубить дровишек, под колеса бросить. И все в таком духе. Пригодится, ребят. Этот нож мне самому очень сильно нравится. Постоянно он расходится. Забирает его. Это такой мини-кукри. Небольшой рабочий нож. Как видите, интересная форма клинка. Увеличивающаяся ширина к острию. Поэтому, когда режете, при небольших даже нагрузках, за счет этих линий, нож прорезает очень глубоко. Хорошая форма клинка. Удобный рукоять. Небольшой упор, который позволяет работать побыстрее. Отверстие под темляк. Ребят, хороший, функциональный, для подарка, для, скажем так, и для работы, точнее, в первую очередь. Хороший, хороший нож. Поэтому тоже обращайтесь. Кому нравится что-то такое необычное. И, скажем так, что-то уже приелось. Все для вас подберу. Все есть. Так, пошли дальше. Можем перепурить кто-то. И продолжите тоже так же просмотр. Ребят, дальше поехали вот так же сверху вниз. Ребят, финка РКВД. Сталь алмазная. Рукоять акрил. Для подарка. Впереди, точнее, на пятке, на пятке герб РКВД. Как видите, да. Все прорисовано. Можно поставить звезду. Покажу вам сегодня, как это выглядит. И тоже заказывайте. Нож. Дальше идет нож Ратибор. Нож Ратибор. Классический. Похож он на нож антитеррор. Я думаю, вы его все видели. Можно сделать насечку по желанию. Кованая сталь. Хороший, функциональный. Для туристов, милитаристов. Для солдат удачи. Для диких гусей. Хороший нож. Поэтому тоже обращайтесь. Для походов, для туризмов. Все. Здесь есть. Все предусмотрено. Ребят, дальше идет классический, как видите, нож. Точнее, кинжал. Пожалуй, самая популярная форма клинка в мире. С, как говорится, с давних времен. Как говорят немцы, меч это и право, и правда. Поэтому тоже постоянно их делаю. Вот, как бы, форму узнали. Просто сделан он, скажем так, фривольно. Такое фривольное исполнение. Никаких тут я не соблюдал. Кроме ширины клинка. Или формы рукояти. Никаких стандартов. Потому что, как бы, потому что захотелось. И только единственное, что увеличил рукоять. Видите, у меня рукоять, как бы, не маленькая и небольшая. Еще средняя. Но, тем не менее, оставил с запасом. Потому что у них, с людьми, кулаки как кружки. Поэтому обращайтесь. Ребят, кстати, пока вот тут готовил это видео, этот нож продан. Но, тем не менее, у меня есть, как бы, заготовки. Все это можно сделать. Друзья, дальше идет нож. Финка НКВД. Финка НКВД. Рукоять стабилизированная. Карельская береза. Такого хорошего цвета. Как видите, отполированная. Все блестит. На пятке и вообще на ноже мое фирменное литье. Здесь, как видите, Феликс Димунтович Держинский. Дальше. Такая вот гарда классическая. Гарда, колпачок. Стар Дамаск. Как видите, дамасская сталь. С соответствующим узором. Кого заинтересовал, обращайтесь. Эта финка идет, кстати, с деревянными ножнами. Вот с такими вот и элементы ножен. Тоже мои авторские. То есть здесь тоже символик НКВД. Как видите, да? Герб НКВД. Дальше внизу на колпачке идут дубовые листочки. Мое клеймо. И как бы для... Сюда хлястик вешаем. Хлястик вешаем. Такой мотовочкой сделано специально. Ребят, хороший нож для подарка. Хороший нож для коллекции, для гардероба. Тоже обращайтесь, ребят. Дальше идет нож Диверсант. Тактический нож для туристов, милитаристов. Здесь с насечкой. Соответственно, какие-то элементы... Вот вы здесь видите на одном ноже. Их можно применить как бы и на другие тоже ножи. Нож Диверсант. Всегда пользуется спросом. Удобный, функциональный. Ну, как бы функциональный для тех, кто... Нужны такие функции. Вот. Тоже обращайтесь. Рукоять сделана из граба. Тыльник из мельхиора. Он накручен на резьбу восьмерка. Друзья, также в наличии есть якуты. Вот осталось две штучки якуты с кованым долом для любителей. Тоже всегда их делаю. Иногда просто их разбирают. Точнее, всегда их разбирают быстро. И видео-то не успеваю как бы снимать. Подправшу. Удобно строгать. Удобно резать. Удобно по шкуре работать. Тоже заказчики берут. Этот нож поуже. Этот нож, как видите, клинок немножко пошире. Сейчас сфокусируюсь. Клинок пошире. Такое вот зеркало. Может меня там увидите? Вон я там где-то. Голова моя вытянутая. Ребят, вот кованый дол. Кованый дол. Традиционный якутский нож. Как бы да, всегда он, как и финка, интересен. Каждый про него что-то знает. Но для работы, как бы да, надо иметь привычку. Надо иметь привычку, потому что контролировать его тоже надо уметь. Кого заинтересовало, ребят, тоже обращайтесь. Быстренький, быстренький снова беглый обзор. Освежим все в памяти. Скажем так, поэтому вот такие красавчики. Ножи все цельнометаллические. Так, так, так. Здесь все есть. Ребят, кого утомил, пожалуйста, извините. Можете поставить на паузу. Так, еще у меня есть секретный отсек. Секретный отсек в этом своем столе. Быстренько, ребят, вам покажу модельки ножей, топориков, мачетей. Ребят, вот такие у меня есть мачети Енисей. В мачете Енисей. Под них сделаю отдельный обзор. Сейчас быстренько вам покажу. Собираемся на охоту. Вот там, может быть, получится сделать получше обзор, порубить, построгать. Ребят, мачети Енисей разработаны. Как бы мне нарисовал один инструктор. Как бы, ну, здесь, как видите, все хорошее. Это просто забытое. Все лучшее забытое старое. Поэтому такие формы уже были. Просто где-то что-то увеличилось. Где-то что-то уменьшили. Ребят, рубит, режет, копает, строгает, пилит. Все предусмотрено. Смотрите, цельнометаллический. Выполнен из японской стали АУС-8. Обух 5 мм. Можно резать, рубить, тесать. Как бы, да, кто сильно здоровый, можно и в лапту сыграть. Смотрите, прям лапта настоящая. Почежух. Это я так, чтобы вас немножко отвлечь от своих, скажем так, разговоров. Ребят, мачете Енисей цельнометаллический. Здесь сталь АУС-8. Есть также цельнометаллические мачете из стали углерод. Из стали углерод. Как бы, смотрится тоже так вот агрессивно. Смотрится, агрессивно. Смотрится хорошо. Главное дело, хороший инструмент. На многие случаи жизни в машине заменят топорик, тяпку и все остальное. Да, кстати, да, и вот еще есть мачете уже не цельнометаллический, а с резиновой рукоятью. Ну, очень хороший, очень функциональный. Как бы, вот, как бы, здесь конструкция такая, что хвостовик идет сквозной. В конце небольшая шпилька, полтора сантиметра, восьмерка. И в нее вкручиваются вот такая вот гайка. Такая гайка, ребят. Вот, потестим, посмотрим, кого заинтересовал. Рекомендую. Ребят, дальше покажу вам ножи. Они у меня проданы. Тем не менее, вам просто покажу, что есть. А вы, скажем так, возможно, заинтересуетесь. Ребят, финкинг КВД. Финкинг КВД сделал вот с акриловой рукоятью. Поставил звездочку. Чук и гек. Ребят, постарше знают, кто это такие. Ребят, каждый нож, это нож истории, который принадлежит только вам. Поэтому обращайтесь. КВД люблю делать ножи. И гравировки тоже всегда расскажут о человеке. Что-то, да, поэтому делать не в ножах, а в общении. Поэтому обращайтесь. Здесь рукоять-акрил, ребят, тоже звезда. На пятке здесь герпинг КВД. А можно сделать Феликс Эдмундович. Кстати, появились у меня пятки. Отдельно вам тоже видео сниму. Пятки на финке у меня появились с Лениным. Есть с эмблемами ВДВ. Есть с эмблемами морской пехоты. Вот, поэтому тоже вам все это делать покажу. Ребят, еще покажу одну вещичку. Быстро. Потом сниму отдельный обзор. Сделал на заказ. Она там продана. Но, соответственно, могу тоже все это дело повторить. Ребят, как видите, для любителей ниндзя, для любителей ниндзя, такая вот катана. Очень большой клинок. Очень большой клинок. Выполнена, как бы, да, это кованая сталь Х12МФ с хорошим обухом, с хорошим обухом, с хорошим обухом, с таким вот, да, порядка 6 миллиметров. Клинок выполнен в стиле хамон. Обработка, как видите, да, такой хамончик. Ножны в этот раз, точнее, блин, ножны, они сделаны из венги. Ножны из венги. Такие вот хорошие, мощные ножны. И, как бы, да, элементы рукояти сделаны, как бы, как видите, в хабаке латунь. Хабаки латунь. А цуба, цуба тоже латунь, но с такими уже узорчиками, как видите, с такими цветочками. Здесь дальше переходим тоже, вставочка, тут цветочки. Красотища, в общем, дальше идет рукоять сама из венги. И пятка тоже латунь, под шнурочкой есть все, латунь, такие вот узоры. Ребят, вот такую красоту, как бы, сделал, кого заинтересовал, обращайтесь. Она, скажем так, не игрушечная, она функциональная. Здесь кованая сталь, еще раз повторюсь, поэтому обращайтесь, сниму под нее. Отдельный обзор, отдельный обзор под вот эту красоту. Ребят, в общем, такой вот обзор снял. Кого утомил, извините, еще раз. Значит, по ценам я все напишу, как бы, в сообщениях ниже, постараюсь написать. Оставлю номер телефона, номер телефона оставлю, там, возможно, не успею отвечать сразу, потому что буду в цеху, тем не менее, всем отвечу. Кого что заинтересует, по ценам обращайтесь, давайте быстренько. Повторение, мать учения, цельнометаллические, тактические, пластуны, юрик, юрик, боуи, потом кукри, якуты, кинжалы, тактика, мачете Енисей, финки, ну и, соответственно, нож, меч, точнее, хатури ханзо. Обращайтесь в кузнице Акела, рабочие и функциональные ножи, все для дела.